Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мукпанг я снимаю в 11 часов. Это достаточно поздно, но мне очень захотелось. Я смотрела мукпанги других девчонок и вдруг мне так захотелось кушать. Поэтому мы сегодня будем жрать, ой, точнее ужинать. У нас сегодня с вами вкуснейшее, нежнейшее пюрешечко с котлетами. Причем они, знаете, большие, но при этом очень вкусные. Я вчера две штуки съела, просто офигела. Также здесь у нас кофе, оливки, помидорки черри, брокколи, здесь лучок. Короче, целая поляна. Приступаем. Очень люблю снимать мукпанги. Это нереально вкусно. Я очень люблю мукпанги за то, что ты можешь прям наесться досыта, не обвиняя себя в том, что ты переел. Оправдать себя, что я это чисто для видео. Лучок. Сегодня давайте чисто отвечать на вопросы. Отобрала самые интересные. Первый вопрос задает Айлин. Она спрашивает, что бы я выбрала, карьеру или семью. Хотелось бы начать с того момента, что всю мою сознательную жизнь бабушка всегда говорила одну фразу. Моя бабушка всю мою сознательную жизнь всегда говорила, что семья – это прям самое главное. А точнее, самое главное – твой муж. Моя бабушка, несмотря на то, что она старых понятий, она всегда считала, что если женщина осталась вдовой, она не обязана растить детей. Она обязательно должна устраивать свою личную жизнь. Многие там, например, в деревне соседи. Например, муж умер. Она там много лет одна. Бабушка никогда такой не приветствовала. Я всегда говорила одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь. Вот когда я буду вспоминать про бабушку, я всегда буду вспоминать ее эту фразу. Она говорит, что я не желаю ни одной женщине не остаться без плеча мужа. Дети взрослеют. У них появляются свои семьи. Свои дети. А тебе всегда опорой остается твой муж. И с одной стороны, в ее словах есть доля правды. Но я, если честно, карьеристка. Вот я не могу без этого. Я дышу работой. Когда я вижу у себя хоть какой-то прогресс, я себя чувствую счастливой. Просто сидеть дома, стирать, убирать, ждать мужа с работы. Даже если он будет миллионы зарабатывать, мне этого не будет достаточно. Я хочу свои деньги. Я хочу свой труд. Не знаю, что бы я выбрала. Но не прям, знаете, вот семья и все. Самое главное это. Я не буду себя чувствовать счастливой, если у меня не будет любимой работы. Какого-то общения с коллективом. Хотя сейчас я, можно сказать, изолирована от всех. Многие, у кого есть возможность, работают дистанционно. Я одна из них. Следующий вопрос. Очень хотелось бы поинтересоваться у вас. Будете ли вы делать прививку от COVID? С удовольствием бы сделала, как бы. Не могу сказать, что я боюсь. В период, когда вакцины не было, все говорили, ну, когда уже появится вакцина, мы избавимся от этого COVID. Будем жить без масок, нормальной жизнью. А сейчас вроде появилась, и как бы все отказываются от нее. Насколько я знаю, вакцин тоже приводит ограниченное количество. и в первую очередь прививают именно тех, кто работает с большим потоком людей. Это врачи, не знаю, в супермаркетах девчонки работают, в аэропортах. Я 24 на 7 дома. То есть я не контактирую с потоком людей. Мой родной брат переболел. Сейчас себя потрясающе чувствует. Но он переболел в легкой форме. Конечно, понятное дело, что есть ряд показаний, там, не знаю, точнее, противопоказания. Это все не настолько научно освоено, чтобы прям с такой легкостью делать эту прививку. Мне просто настолько надоело жить в таком состоянии. Постоянно дома. Везде маски. Соблюдайте дистанцию. Метро у нас, например, не работает. Зато в автобусах все битком. Какой смысл? Непонятно. Следующий вопрос. Как будешь отмечать 14 февраля? Встретитесь ли вы с парнем? И что собираетесь делать? Ничего, ребят. Мы, к сожалению, в этот день не сможем увидеться. Поэтому этот день перенесен на другой. Но я не обижаюсь. Я по таким мелочам, не знаю, там, скандалы не устраиваю. То есть этот день обязательно будет. Но в этом году будет не 14 февраля. А мы его просто перенесем. Вы знаете, 14 февраля идешь в какой-то ресторан, это ужас, сколько людей. Прямо сесть негде. А еще 3-4 парочки ждут у входа, что когда освободится место, они сядут. То есть там такая конкуренция. Легче просто посидеть дома. Не знаю, как вы. Вот я лично не сторонница прям гулять, ходить. Мне вот дома поесть бы вкусно чего-то. Посмотреть какой-то интересный фильм. поиграть, не знаю. PlayStation. Для меня это офигенный отдых. И больше даже ничего не надо. Я помню, когда училась в универе, на улице ужасный ветер. на улице настолько холодно, что хочется быстренько-быстренько домой. И девчонки такие, давайте пойдем погуляем. Ладно, вы сказали, давайте забежим в эту кофейню, которая находится прямо рядом с универом. Закроем двери, сядем, посидим там, потом вызовем такси и поедем домой. Нет, давайте погуляем. на улице 8 градусов. Какой гулять? Ладно, я понимаю, вечером гулять. Рафаэлка, обожаю. У Джоли, подруга моя, она тоже очень активная. Без разницы, какая погода, она пойдет, там походит, займется спортом, по утрам рано встает, там, не знаю, поднимается на 17 этаж, спускается вниз, еще с ребенком, знаете, истребитель такой. А, например, с Шелли мы можем увидеться. Я иду к ней, но мы даже не болтаем, мы просто лежим вот так вот. И вы знаете, в этом тоже есть свой кайф. очень вкусно. На этом все, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно, кстати, еще подписывайтесь на инстаграм, ссылочка будет внизу, обязательно переходите, всех люблю, целую, пока!